Оправдание – это юридический или судебный термин. В Библии он означает «объявить кого-то оправданным по закону перед престолом Бога». Понимаете? В тот момент, когда человек уверовал в Иисуса Христа, Бог объявляет, что этот человек оправдан перед ним по закону. И Бог относится к этому человеку, как к оправданному или праведному перед ним. Здесь говорится очень важная истина, что оправдание – это дар от Бога. Я хотел бы сейчас вкратце сравнить между собой различные религии. В нашем мире есть всего две религии. Первая – это религия дел, а вторая – это религия благодати. Христианство – это единственная религия благодати. Если бы мы взяли интервью, например, у представителя иудаизма, и спросили бы его, «Если бы вы умерли сейчас, то куда бы вы пошли?» Он бы ответил нам. Если он посвящен Иудею, он бы ответил, «Я пойду в рай». Почему? Потому что я читал Тору, я читал закон, я люблю закон, я стараюсь быть праведным человеком, я иду праведным путем. Я праведник. Если мы зададим эти вопросы мусульманину, «Если бы вы умерли сейчас, то куда бы вы пошли?» Я пойду в рай. Почему? Я люблю Коран, я жертвовал бедным, я совершал паломничество по святым местам и совершал молитвы. Я праведник. Если мы зададим эти вопросы христианину, конечно, нелегко теперь найти настоящего христианина. В наши дни так много отклонений от христианской веры. Многие, кто называются христианами, на самом деле таковыми не являются. Но представим, что мы говорим с настоящим библейским христианином. Он скажет, «Если я умру сейчас, я пойду на небо». Почему? И вот тут он даст очень необычный ответ, который отличается от всех остальных. Он скажет, «Я родился грешным. В своей жизни я нарушил все заповеди моего Бога. И я заслуживаю самого сурового осуждения». Вы его останавливаете и спрашиваете, «Я понимаю, почему те два человека идут на небеса, они это заслужили своими делами». А вы говорите мне, что вы идете на небеса, хотя вы заслужили осуждение? Как такое может быть? Те двое идут на небеса, и мне понятно, почему. Они достойны и заслужили. Но вы говорите мне, что вы идете на небеса, хотя у вас нет никаких достоинств и заслуг. Как такое может быть? Христианин улыбнется и скажет, «Я иду на небеса благодаря достоинствам и заслугам другого, Иисуса Христа, моего Господа». И получается, что христианин – это единственный, кто может хвалиться тем, что идет на небеса, и при этом не хвалиться собой. Он осознает, что он ничего не заслуживает, но все обретает благодаря благодати Бога, благодаря Божьему дару. Когда я такое говорю, всегда есть те, кто хотят поспорить. Они говорят, «Ну да, ну да, этот ваш христианин говорит, что он верит в Иисуса, а живет, как сам дьявол, и тем не менее он пойдет на небо». Все совсем не так. Вам нужно понимать христианское богословие. У каждого человека две проблемы, и обе они касаются греха. Первая проблема – это осуждение греха. Ты осужден из-за твоего греха. Оправдание решает эту проблему. Уверовавшие в Иисуса Христа освобождаются от осуждения и объявляются Богом праведными на основе того, что Христос совершил родение их на кресте. Есть также еще доктрина о рождении свыше. О новом духовном рождении. Что это такое? Когда человек уверовал в Иисуса Христа, он родился свыше. Бог совершил святым духом сверхъестественное действие в его сердце, сделав его новым творением. А став новым творением, человек живет совсем по-новому духовно. Понимаете? Иисус, по сути, говорит, что если кто-то устами называет себя христианином, это еще мало что значит. Потому что сам Иисус говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, и тогда объявлю им, отойдите от меня, делающие беззаконие». Я никогда не знал вас. Я приведу пример. Я американец. Я ничего не знаю о футболе. Но я могу сказать. Я футболист. Вы скажете, «Правда, что ли?» «Ну-ка, расскажи о футболе». «Но я ничего не знаю о футболе». «Расскажи-ка правила игры». «Ой, даже не спрашивай». «Ну-ка, покажи, как ты пинаешь мяч». А я пробую ударить по мячу и падаю. Вы посмотрите на меня и скажете, «Да никакой ты не футболист». Так же точно вы сможете распознать христиан. Друзья, много плохого происходит в этом мире в наши дни, что совершается якобы во имя Иисуса Христа. Но это не имеет никакого отношения к имени Иисуса Христа. Много людей, которые говорят, что они христиане, но они не имеют никакого отношения к Иисусу Христу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok